Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Здесь можно получить помощь медицинскую, стоматологическую, не выезжая из города, что очень важно. Стоматологическая поликлиника в Люберцах обновилась подробнее в сюжете Анны Троян. Маленькая в деревне жила. И общий стол, общий, все. Глава Люберец поздравил ветерана с Новым годом. Открыт каток. Утром и вечером, до вечера, с освещением. Стоит елка, играет музыка. То есть создается такое праздничное настроение. Какие развлечения ждали на праздниках жителей Томилина, узнавал Григорий Ворванин. Сегодня мы организовали матч между сборной командой городского округа Люберц и сборной командой Томилина. Товарищеский матч по хоккею состоялся в Люберцах. Кто вышел победителем, расскажет Александр Колганов. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации Люберец. Руковарители управления и ведомства читались в главе округа в проделанной работе. Об итогах минувшей недели далее. В Московской области, Российской Федерации и совместно с муниципальным бюджетом представляются социальные выплаты на приобретение жилья. Первое оперативное совещание в этом году стало знаковым для шести молодых люберецких семей. Глава округа вручил им свидетельство на право улучшения жилищных условий. Далее повестку совещания продолжили руководители ведомств. Об итогах работы в новогодние каникулы рассказал начальник Люберецкой полиции Евгений Романцев. Практически две недели мы зарегистрировали более трех с половиной обращений граждан. Межмуниципальное обращение Люберецкое. Из них резонансы были два. Это два убийства. Оно 31 числа, канун Нового года на улице Юбилейной в втором городе. Человек застрелил другого человека, соседа. Убийство раскрыто. Но также 4 числа было убийство брата, брата, самая раскрыто. Непростым выдалось начало января для коммунальщиков. 9 числа в 28 домах деревни Марусина произошло аварийное отключение горячего водоснабжения. Во время Телеграды по улице Юбилейской теплосети проведены восстановительные работы в 12 часов 9 января горячего водоснабжения водных в полном объеме. Также специалистами теплосети проведены мероприятия по промывке внутри квартал детей для улучшения качества водоснабжения. Для тех, кто занят уборкой территории, праздничные дни совсем не каникулы. За этот период из дворов и общественных территорий собрали и вывезли более 2,5 тысяч кубометров снега. Анна Троян, Сергей Гвоздев и Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Владимир Ружицкий поздравил люберецких журналистов с профессиональным праздником – Днем российской печати. Он вручил руководителям СМИ благодарственные письма за профессиональное освещение социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни городского округа Люберцы. Поздравления приняли коллективы информагентств, печатных изданий, радио и телевидения. Журналисты обсудили с главой округа ряд актуальных тем, среди которых влияние социальных сетей на работу средств массовой информации. Тут собрались такие выдающиеся журналисты Люберецкого края, но если мы посмотрим в социальные сети, то в социальных сетях каждый сам себе режиссер и каждый сам себе журналист. То есть у вас конкуренция появилась. Если чем-то заниматься профессионально, а вы этим занимаетесь профессионально, то профессионал – дело времени, но он всегда выиграет. Потому что профессионал, он видит эти целый ряд вопросов объемно, с пониманием, с каким-то анализом, аналитикой. Выращено в Бразилии, обжарено в Люберцах уже почти четверть века. На территории округа работает предприятие по производству зернового и молотого кофе. В месяц выпускают 450 тонн продукции. Масштабы производства Люберецкого кофе оценил Владимир Ужицкий. В период пандемии, когда границы были закрыты, поставки кофе-сырья из стран Америки, Африки и Азии не прекращались. Поэтому оборудование в цехах не останавливалось ни на минуту. Работало в штатном режиме. По итогам прошлого года предприятие выпустило 5000 тонн готовой продукции. Больше, чем в докоронавирусный период. Во время самоизоляции Люберецкая компания по производству кофе не осталась в стороне и стала помогать медикам, работающим в красной зоне. Несколько раз оказывалась помощь такая. Мы на самом деле не считали. Это была помощь от души. Были требования, мы поставляли. В принципе, я так понимаю, что мы одни из самых первых были законодателем этой ситуации. Все предприниматели Люберецкого района поддержали эту инициативу, кто чем смогли. Также компания стала участником проекта регионального отделения партии «Единая Россия» «Волонтеры-50». Хорошее, замечательное предприятие. Можем сказать им только спасибо, потому что они помогают. Кроме того, что кофе поставляли в наше медицинское учреждение, в том числе и материально оказывали помощь нашим медикам. На предприятии не только помогают другим, думают и о своем будущем. В ближайшее время здесь завершится реализация инвестиционного проекта. Это новая линия по производству кофе. Ее запуск запланирован на весну 2021 года. Григорий Ворованин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Со свежим ремонтом и современным оборудованием в Новый год вошла Люберецкая стоматологическая поликлиника. Теперь она может принять больше пациентов, а их пребывание в медучреждении стало комфортным. Я просто волнуюсь. Немножко боюсь врачей. У тебя все хорошо. Успокоят, обезболят, да еще и вылечат на современном оборудовании. Первыми обновлениями стоматологической поликлиники почувствовали самые маленькие пациенты. Детское отделение открылось здесь 1 июня. Оно пришлось по душе многим люберчанам. Олег Тушев вместе с дочерью Златой приехали к специалистам из Томилина. Хорошая клиника. Дети, когда ждут в кределе, есть чем заняться. Пока ждешь, время пролетает быстро, хорошо. Злата не боится. Мультики показывают. Уютно здесь, хорошо. Ездят, присесть. Хорошая клиника. Обновилось в клинике почти все. Полностью. Оборудование и мебель. Отремонтированы все кабинеты. Осталось закончить холл на первом этаже. Во время работы удалось оптимизировать помещение. Прием маломобильных людей для удобства перенесли вниз. Кроме того, теперь стоматологическая поликлиника принимает больше пациентов. В день до 110 человек. Были административные кабинеты, которые расформировали. Где-то сделали определенные перепланировки. Тем самым увеличили количество стоматологических крестов. Сейчас у нас в данный момент порядком 30 докторов. И сейчас, в любом случае, увеличиваем штат. В канун Нового года арсенал клиники дополнился 13 стоматологическими установками немецкой сборки и челюстно-лицевым компьютерным томографом. Теперь, не выезжая из Люберец, можно вылечить все возможные зубные недуги. Как входящие в ОМС, так и платно. Вот по статистике, этот год проходит не менее 33 тысяч посещений. И это очень важно. Потому что, к сожалению, человек так устроен, что время начинает болеть. Желательно, чтобы рядышком где-то можно было получить услугу, оказать эту услугу медицинскую. Здесь можно получить помощь медицинскую, стоматологическую, не выезжая из города, что очень важно. Модернизация Люберецкой стоматологической поликлиники началась два года назад с ремонта кровли. Полностью закончить все работы в учреждении планируют летом 2021 года. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Три года назад не стало протеерея Владимира Ганина. Он более полувека был настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы. По этому случаю в церкви, где он служил, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил литургию. Почтить память о протеереи Владимире Ганине в Жилинский храм Успения Пресвятой Богородицы в основном пришли те, кто лично знал настоятеля. Спустя годы прихожане вспоминают о нем как о добром пастыре, умеющем одним словом направить на благое дело. Написала пасхальное яйцо, я еще тогда рисовать-то не умела. Он так расхвалил, вот и я стала заниматься иконой все, и реставрацией. В общем, он мне дал новую путевку в жизнь. Молился за меня, я все время работала. И иногда говорил, ну, отдохни, ладно, немножко отдохни. В храм в Жилина отца Владимира перевели из Вениграда в 1967 году. Быть священником в 20 веке – испытание, атеизм среди населения и гонение на церковь советской властью. Запреты и стеснения не лишили пастыря духовного попечения своей паствы. В храме Успения Пресвятой Богородицы отец Владимир служил больше полувека. За это время он привил любовь к вере тысячам прихожан. Сколько я помню, здесь храм всегда был заполнен. Мы шли и в храм, но и шли просто послушать, пообщаться с отцом Владимиром. Очень многое зависит от человека, и все делает человек. И вот, если человек к себе располагает, если он открыт, если он по целому ряду вопросов глубок, то к нему тянутся, с ним общаются. Сразу после литургии на могиле протеерея Владимира Ганина митрополит Куртицкий и Коломенский ювеналий совершил панихиду. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Рождественские встречи в узком кругу. Участники Люберецкой ветеранской организации «Дети войны и память» не стали измерять многолетнюю традицию и провели встречу, посвященную новогодним и рождественским праздникам. Как и всегда, пригласили на неё юных люберчан. Григорий Ворванин продолжит. Рождественские встречи дают старт общественной работе Люберецкой организации «Дети войны и память». Из-за ограничений многие ветераны не смогли прийти на встречу, но это не помешало общей атмосфере праздника. Как и всегда, ветераны с блеском в глазах вспоминали о своём детстве и Рождестве во время войны. Пирожки всегда были в доме на Рождество. Приходили к нам в дом христославца дети обычно. Ну, взрослых не было, но такие. Там, пели рождественские песенки, ну и, конечно, получали угощение сладкое, что было в доме. В гости к ветеранам пришли ученики 9-й гимназии. Они подготовили концерт, а также узнали о деятельности клуба. Мы говорим о добре, мы говорим о свете в душах, говорим о добрых делах, говорим о том, что нам надо так вот именно жить. Вот эти рождественские встречи, они очень одухотворяют детей. Во время встречи самых активных ветеранов наградили почётными грамотами и благодарственными письмами от главы городского округа Люберцы. В следующую встречу участники организации «Дети войны. Память» планируют посвятить Международному женскому дню. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Позывной коса. Во время войны Иван Александрович Сподин воевал на Западном фронте и Дальнем Востоке. Был связистом и миномётчиком. В Люберцы фронтовик приехал в 1982 году. С Новым годом ветерана поздравил глава Люберец Владимир Ружицкий. На фронт Иван Сподин ушёл 18. Краткий курс молодого бойца и на передовую. День победы встретил в Польше, но война на этом не закончилась. В составе действующей армии Ивана Александровича перебросили на Дальний Восток. Рассказывает, в окопах Новый год не отмечали. Не до этого было. Зато в памяти сохранились воспоминания, как провожали старый год на малой родине, в Алтайском крае. Маленький я в деревне жил. И общий стол, общий всё. А что, как вот сейчас, подарки сюда, то этот период, когда я рос, у нас не было в семье. После войны Иван Сподин четверть века трудился в Магаданской области. За высокие производственные результаты его перевели в Москву, в Министерство связи РСФСР. Позже в трудовой книжке появилась ещё одна запись – завод имени Камова. Даже будучи на пенсии, Иван Александрович продолжал работать. Лишь в 83 года он ушёл на заслуженный отдых. Поздравить ветерана с наступившим Новым годом пришёл глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Это вот по случаю того, что Новый год наступил. Вы у нас и ветеран войны. Я так почитал вашу биографию. Вы такой парень в молодости были, такой, ну, правильный, я хочу сказать. Такой настойчивый. Где-то, ну, такой в хорошем смысле патриот. В рамках проекта «Единой России. Мобильные отряды помощи» Ивану Сподину подарили телефон и сертификат на бесплатные звонки. Фронтовик пообещал – лежать без дела современное средство связи точно не будет. Ему всегда есть о чём поговорить со своими детьми, внуками и правнуками. Григорий Ворованин, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Не дня без гуляний с таким девизом наступление 2021 года встретили жители посёлка Томилино. Каждый день в парке сказок и на других площадках взрослых и детей ждали интерактивные игры и мастер-классы. Своё название парк сказок в Томилине полностью оправдывает. Такое скопление сказочных героев можно увидеть только здесь. Ёлочка, гномы, снежная королева, Дед Мороз и другие персонажи пришли поиграть с детворой и раздать подарки. Протягиваем, протягиваем ладошки. Всем, всем, всем достанется. Любители активного отдыха могли проверить свою ловкость, силу и сноровку в зимних видах спорта. Например, пройти командой несколько метров на лыжах. Одними из первых в состязаниях поучаствовали Алина и Диана Гусевой. Сёстры признаются, в индивидуальных видах спорта пока уступают соперникам, а вот командные даются им легче. Даже эти необычные лыжи. Мы пробовали один раз с сестрой, ещё одной, и второй раз вдвоём. Гораздо легче было вдвоём, потому что мы близяшки, и мы как бы чувствуем себя, и мы можем подобрать под себя так, чтобы идти слаженно вместе. Отдохнуть от активных игр можно было за чашечкой горячего чая или на мастер-классе. Из подручных материалов изготовили новогодние гирлянты и ёлочную игрушку. Те, кто постарше, с удовольствием изучали шерстяные снежинки, колокольчики и ангелочков. Подходят, смотрят, интересуются там, как связать, как чего. Научиться очень легко. Мы сейчас проводим мастер-классы, ну, естественно, в онлайне. И всё это можно в инстаграме посмотреть. В Томилине гостей ждали не только в парке сказок. Развлекательные программы проводили и на стадионе «Урожай». Здесь залит один из лучших катков в городском округе. Открыт каток утром и вечером, до вечера, с освещением. Стоит ёлка, играет музыка. То есть создаётся такое праздничное настроение. С окончанием новогодних каникул интерактивные программы не закончились. Каждые выходные до конца января для жителей Томилина и городского округа Люберцы подготовлено много интересных зимних забав. Григорий Ворванин, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Новогодний мандарин. Фестиваль с таким названием прошёл в Наташинском парке. Попробовать фрукт, который наравне с Дедом Морозом и ёлкой стал символом Нового года, собрались десятки люберчан и гостей города. Сколько мандаринов было привезено на праздник, знает Григорий Ворванин. Ёлка на празднике, а в обычной жизни художественный руководитель Дворца культуры Дарья Кирпиченкова мандарины любит больше, чем конфеты. За один раз съедает несколько килограммов ярко-оранжевых фруктов. Такие мандариновые рекорды устанавливает, как правило, под Новый год. Круглый год я их не покупаю, они невкусные, а вот на Новый год под ёлкой, вот чтобы запах ёлки был и запах мандарины особенно вкусный, особенно запоминающийся потом, поэтому только на Новый год. Сергей Чуприна тоже устанавливает рекорды. Силовые. На этот раз согнул металлический пруд толщиной 14 миллиметров. Сделал три витка. Спортсмен уверен, мандарины – источник витаминов, которые и придают сил. Когда сил много, можно больше всего сделать. Там связки, там всё тело работает абсолютно в целом экстриме. Плюс настрой ещё, настрой в голове, конечно же. Если нет настроя, ничего не получится. На веточке, с косточками и без, сладкий или с кислинкой – это всё он, мандарин. Фрукт, без которого невозможно представить новогодний стол в нашей стране. Именно поэтому в Люберцах решили провести мандариновый фестиваль и продлить новогоднее настроение. Кто постарше, они помнят, что Новый год – это что? Это мандарины. Конечно, Дед Мороз, Снегурочка, но ещё и мандарины. Мандаринов сегодня достаточно. Я думаю, что мы в очередной раз получим лакомство мандарины. На фестиваль «Новогодний мандарин» в Наташинский парк привезли почти полтонны фруктов. И хотя желающих попробовать мандарин было предостаточно, ярко-оранжевого символа Нового года хватило всем. Григорий Ворванин, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Точность не главное. В округе впервые провели фестиваль «Люберецкий валенок». На народные гуляния в Наташинский парк пришли сотни горожан. Главная забава – метание валенка на дальность. Григорий Ворванин не остался в стороне и тоже метнул. Чем это закончилось, узнаете в следующем сюжете. Традиция метать валенки на дальность зародилась в Архангельске в 17 веке. С годами забава стала забываться. В Люберцах метанию валенка решили подарить вторую жизнь и организовали фестиваль. Ольга Потапова вспоминает, в детстве тоже кидали обувь. Кто дальше? Правда, вместо валенок использовали калоши. Валенки как-то бабушке жалко было, наверное, нам давать в детстве. А калоши было много и много был дырявых. Поэтому мы не жалко. И нам давали их швырять. Вот так вот выходили мы и тоже играли. С детьми. Не хотите попробовать валенок метнуть, можете? Туда? Да. Ой, наверное, не получится. Это же далеко. Давайте, кто из нас сможет метнуть и попасть в оператора. Давайте, попробуем? Давайте. Давайте. На счет три. Раз, два, три. Замечательно. То есть опыт калоши метания пригодился. На Руси с помощью валенка гадали. Во время святок бросали его за ворота. Куда показывал носок после приземления, с той стороны и ждали с ужиного. Сейчас эти традиции соблюдаются разве что в деревнях. Хотя современной девушке не прочь узнать свою судьбу. Ну, давай сделаем так, как будто ворота у нас будут здесь. Здесь, хорошо. Да, стоят спиной и кидают валенок. Вот так. Готово? Да, давай. Кидай. Раз, два. Так, пойдем смотреть, куда носок показывает. Носок у нас показывает в ту сторону. В ту сторону. Значит, что? Жених будет там. С той стороны придет. Да. Будешь долго ждать здесь стоять? Не совсем. Я дождусь его. Он скоро придет. Те, кто уже дождался своего суженного, просто гуляли по парку, пили чай и грелись у костра. Дети играли в хоккей, состязались с перетягиванием каната. На открытии в фестивале Люберецкий валенок глава городского округа Владимир Ружицкий поздравил собравшихся с новогодними праздниками. Друзья мои, всем здоровья, благополучия. Здесь есть, где повеселиться. Я думаю, что вам понравилось, как мы обустроили вот в этом, ну, уже в прошлом году, вот эту площадку. Она совершенно по-другому изыграла. Такая стала, я бы сказал, уютной, праздничной, хорошей. Поэтому в совершенству нет предела. Поэтому мы будем дальше этим заниматься. Фестиваль Люберецкий валенок посетили больше тысячи человек. Такого не ожидали даже организаторы. И вполне вероятно, что метание валенка станет новогодней люберецкой традицией. Валенки да валенки, они большие и старенькие. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Новогодние развлечения для самых юных. В парках округа работают резиденции Деда Мороза. Офис главного новогоднего волшебника в Центральном парке посетил глава Люберец. Принять участие в мастер-классах, написать письмо Деду Морозу в Великий Устюг. И, конечно же, получить подарки. Весь спектр детских новогодних развлечений доступен в резиденциях главного зимнего кудесника. Это нам подарил Дедушка Мороз. Огромное ему спасибо за такой красочный подарок. Очень нам нравится наш парк. Великолепно и спасибо большое. В гостях у Деда Мороза и Снегурочки юные люберчане могут поучиться декупажу, рисованию и лепке. Главная резиденция в музейно-выставочном комплексе удивит посетителей Рождественской выставкой, которую подготовил Союз художников Подмосковья. В каждом учреждении культуры, так и как Красковский культурный центр, Люберецкий дворец культуры, Томилинский центр семейного досуга, Союз культурный центр и Октябрьский культурный центр, также работает резиденция Деда Мороза, где каждый день вы можете встретиться с нашим Дедушкой Морозом. В каждом парке проходят интерактивные программы и кинопоказы. Ознакомиться с афишей и записаться на визит в резиденцию Деда Мороза можно на сайте администрации округа в разделе «Зима в Подмосковье». Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А новогодние чудеса продолжились в Наташинском парке. Там, своей резиденцией, Дед Мороз вручил подарки маленьким люберчанам. Подробнее о детском празднике и волшебстве в репортаже моих коллег. Ёлочка красавица, деткам очень нравится, Огоньки на ней горят, сказку подарить хотят. К встрече с главным новогодним волшебником Маша Чеберина подготовилась основательно. Но для зимнего кудесника она припасла не только стих собственного сочинения. В гости к Дедушке Морозу Маша пришла с еще одним сюрпризом. Новогодний волшебник выполнил заказ в полном соответствии с письмом девочки. Из рук Деда Мороза и Медведя Маша получила заветный подарок – надувной попрыгунбайк. Мечты сбываются. Спасибо вам большое. Для детей это восторг, это Дед Мороз, это праздник, это волшебство. Сбылась мечта и маленькая Сальсабиль. Дедушка Мороз подарил ей куклу. Не осталось без подарка и сестренка девочки Сальма. Спасибо Деду Морозу. Подарили мне куклу, а Саль мне пазл. Спасибо, что мои желания выпил. В завершении праздника возле главной новогодней красавицы елки детей ждали танцы и хоровод с Дедушкой Морозом и Медведем. Александр Колдонов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Драйв скорости «Адреналин» в Малаховском парке прошел ежегодный квадрофестиваль «Огонь и лед». Как четырехколесные железные кони справлялись со снежной трассой, выясняла наша съемочная группа. Спортсмен готов. Снегурочка стекла готова. Приготовились. На старт, внимание, поехали! В свои 68 Евгений Грачев, среди единомышленников более известный по нику Тахо, дает фору многим молодым любителям езды на квадроцикле. Мотоспортом он увлекается с 16 лет. В таких зимних соревнованиях со своим 800-кубовым железным конем участвует с 2010 года. Трасса такая, знаете, сейчас снег, чуть-чуть проехали, будет все раскатано, поэтому минута две-три непонятно. По сложности мы эту трассу все уже знаем. Из года в год одна и та же трасса. Поэтому это адреналин, это у каждого свое хобби. Соревнования проходили в стиле кантри-кросс. Учитывалось скорость и время прохождения заснеженной дистанции. По словам организаторов, трасса не из простых. В ней много поворотов и препятствий в виде трамплинов и деревьев. Опять же, каждый год в честь Рождества мы собираемся здесь, в Малаховском парке. Для того, чтобы не сидеть дома, мы за активный образ жизни. Все-таки Люберецкая земля – это спортивная. У нас территория, где собираемся каждый год здесь, с семьями, с детьми, с женами, со знакомыми, для того, чтобы отметить Рождество в квадроциле. Помимо спортивного состязания, участников и зрителей фестиваля ждали зимний тир, дискотека и катание на собачьих упряжках и конях. Следующий большой квадрофестиваль пройдет в феврале и будет приурочен к празднованию Дня Защитника Отечества. В выходные на свежем воздухе. В Люберецком округе продолжают работать открытые катки. Любители зимних видов спорта и активного времяпрепровождения собрались на запасном поле стадиона «Торпеда». Народные катания на льду посетил наш корреспондент. Снежная, по-настоящему зимняя погода, хороший лед и прекрасная компания – залог праздничного настроения. Так считают в семье Дубровских. Любители покататься на коньках вспоминают. Прошлый сезон подходящими условиями для танцев на льду не баловал. Вот, вышли с семьей на коньках, каток был закрыт, но мы уже в снежки поиграли и увидели, что каток открыли. В новогодние праздники собираемся на лыжах на сноуборде, заливаем горку у нас на даче. Поддерживали новогоднее настроение сказочные персонажи – снегурочка, елочка, медведь и символ года – бык. Для юных спортсменов округа прошла эстафета на льду. В округе открыто два больших катка – это стадион «Торпеда» и стадион «Урожай». Также у нас открыты хоккейные площадки, залиты, готовы для занятий спортом и катания. Это в Балятино, на стадионе «Электрон» и на стадионе «Труд». В этом году вход на все катки округа бесплатный. На площадках работают пункты проката спортивного снаряжения и сервис по заточке коньков. Также на запасном поле стадиона «Торпеда» любители погонять шайбу собрались на товарищеский матч по хоккею. За ним следила наша съемочная группа. Комфортная зимняя погода, отличный лед и боевой настрой на игру – рецепт прекрасного времяпрепровождения в период январских праздников. На товарищеском матче по хоккею встретились сборные любителей из Люберец и команда ветеранов из Томилина. Я был много лет тренером хоккейной команды с шайбой Томилинского завода полупроводниковых приборов. Еще в те далекие советские времена, когда первенство Люберецкого района проходило среди 12 команд. Было очень много команд. И Люберецкий ковровый комбинат, и Камовский завод. Встреча на льду длилась три периода по 20 минут каждый. Итог матча – победа сборной из Люберец. Финальный счет игры – 8-6. Сегодня мы организовали матч между сборной командой городского округа Люберца и сборной командой Томилина. Администрация и спортивный комитет городского округа Люберца решили поддержать давние традиции, которые были заложены еще в 50-е-60-е годы в нашем округе. Когда зимой люди играли в хоккей. Покататься на коньках и поиграть в хоккей люберчане могут на 19 катках. Самые крупные из них залиты на стадионах торпеда, урожай, электрон и труд. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Традиционные виды спорта в нетрадиционных условиях. В парке Малаховское озеро прошли соревнования по волейболу на снегу и велокроссу. В них приняли участие спортсмены из Люберец, Раменского, Жуковского и из Москвы. За спортивными баталиями наблюдали и мы. Волейбол на снегу – аналог пляжного. Разница лишь в температуре воздуха и одежде. На спортсменах ее чуть больше, чем летом. Правила такие же. Не просто отбить мяч, отдать пас или перекинуть его через сетку. Зимой эта задача не из легких, даже для профессионалов. Мяч другой по-другому себя ведет. Игра в куртках, так сказать, тоже меняет силу приема и так далее. Естественно, нужно подстаиваться просто под игру. Подстроиться под игру удавалось не каждому. Мяч предательский сказил по рукаву, а ноги то и дело зарывались в снег. Параллельно с турниром по волейболу был дан старт велокроссу. Всем удачи! Внимание! Испытать на прочность себя и свой велосипед отважились 45 человек. Среди участников выделялся Геннадий Буряков. Точнее, его 23-килограммовый фэтбайк. Широкие колеса, признается велосипедист, это преимущество на рыхлом снегу. На остальных участках трассы все зависит от опыта. Местами вовсе следует не тормозить. Съезды на лед и резкие повороты. Там сносят заднее колесо, и в таких поворотах лучше тормозную ручку не зажимать. Трасса проложена таким образом, что участники не только ехали на велосипеде, но и бежали с ним рядом, либо несли на плече. Главное, быстрее доехать до финиша. Мороз хоть и не сильный, но тоже подгонял спортсменов. Кому минус 3 градуса точно не помеха, так это моржам. Любители зимнего плавания из клуба «Джентльмены удачи» в очередной раз ныряли в озеро за тем самым киношным шлемом Александра Македонского. Температура воды чуть выше нуля. Для подготовленных людей это стандартная зимняя приятная вода. Правда ли, что чем холоднее на улице, тем теплее вода кажется? Перепад меньше, поэтому ощущаются гораздо приятнее эти погружения до и после. Проверить это на практике, кроме участников клуба «Моржи», никто не отважился. Наша задача – показать, рассказать нашим жителям, что вот такие виды спорта у нас есть. Кто-то занимается спортом, кто-то просто наблюдает и болеет. Но у нас есть задача, чтобы в эти виды спорта были вовлечены как можно больше наших юборчан. По итогам турниров победители получили награды. Помимо кубков и медалей, им вручили сертификаты на спортивный инвентарь. Григорий Ворманин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Не время сидеть дома. В московский регион пришла морозная погода. А в выходные температура воздуха местами опустится до рекордных минус 25 градусов, а местами и до минус 30. Но даже в морозы любители активного образа жизни стараются проводить время на свежем воздухе. Благо, в Люберцах есть чем заняться. Нынешней зимой в городском округе подготовлено 16 катков. 11 во дворах и 5 на стадионах. Там же оборудованы теплые раздевалки. Вход на каток со своими коньками бесплатный. Также можно воспользоваться прокатом. В Люберцах созданы все условия для активного образа жизни. А активный образ жизни – это хорошее настроение, крепкий иммунитет и здоровье. Спорт, не требующий особой подготовки и снаряжения, бег. Любители и профессионалы не перестают бегать даже в морозы. Рассказывает, зимой воздух чистый и свежий. К тому же зимние тренировки добавляют нагрузки на организм. Зимой у нас усилена силовая работа за счет зимнего покрытия. А зимний бег дает нам потрясающий свежий воздух. Тем, кто не боится морозов, можно присоединиться к любителям зимнего плавания. Главное – не окунаться в ледяную прорубь без подготовки и одобрения врача. А начать можно уже сейчас с контрастного душа, постепенно уменьшая и увеличивая температуру воды. А еще есть лыжи, скандинавская ходьба, просто прогулки на свежем воздухе и велосипед. Главное – не сидеть дома перед телевизором или компьютером. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен еще больше подробностей. Смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова